всем снова добрый день я снимаю кольца и догадайтесь для чего я будем с вами ставить тесто на булочки сегодня у меня ученики рано что пришли егор пришел одиннадцать часов оксана пришла в 12 часов не в 12 уже ближе к часу катя тоже уже пришла время 32 два с половиной часа все уже почти дома ваня играет как вы слышите а мы будем ставить тесто на булочки чтоб вечером после садика прийти свежие вкусные булочки сразу начать стряпать ладно приступаем ставить тесто так дорогие друзья я сюда уже налила молока но у меня полтора литра я налила так как у меня семья большая стряпаю много потом положила дрожжи сейчас они растопятся за это время пока положим с вами соль и сахар так соли и сахар мы будем сердечки делать сахарные 3 ложки сахара я добавляю потому что я побег потом буду еще сахар добавлять и сейчас все это будем с вами размешивать размешиваем чтоб соль сахар растворились и дрожжи после этого мы только будем с вами добавлять уже муку я всегда делаю булочки на молоке потому что на молоке тесто получается нежное такое на эти вкусное а когда на воде она более жесткая получается еще будем потихоньку добавлять муку 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, дорогие мои друзья, тесто поставила. Видите, оно такое не прилипает почти к рукам. Вы видели, как я его замешивала? Сейчас накроем полотенчиком и пусть стоит. Настаивается. Оксана смотрела мультики, так и уснула. А Ваня играет, да, Ваня? Ваня, скажи всем привет. Привет. Света, как всегда, свою рубашку бросила. Вот у нее всегда вот так вот. Мама потом должна убирать. Она со второй смены учится. А Оксана, ты как смотрела телевизор, так и уснула маленькая. Мультики смотрела, она там про этого. Скажите, как он? Скруч-мак-дак или кто там, не знаю. Так и уснула, на себя покрывало натянула. А Ваня играет, бегает. Да, Ваня? А Оксана сегодня еще уроки не делала. Но она пришла со школы и говорит, мама, я так устала. Я говорю, а что ты устала? Она говорит, у меня голова болит. Я говорю, ну ляг полежи. Легла, мультики смотрела и, как видите, уснула. Ну ладно, поспит, потом легче будет. Так что, майонеза уже полбанки съели. Вчера полную делала, уже полбанки осталось. Сегодня Егорка яички еще принес. Хлеб что-то на столе лежит, ничего не убрали. Кофе хочу себе сделать, попить кофе. Пока еще день, потому что я сейчас редко стала кофе пить. Поэтому хочу себе кофе навести. Так, вас на штатив, что ли, чтобы кофе себе сделать. Так, вот так вот. И мне так удобнее будет. Так что, вот такие вот у нас, ребятки, дела. Многие удивили, что вот так вот Оксана уроки делает. По идее, она всегда... Сейчас, секунду. Прошу прощения, пришлось отвлечься. По идее, Оксана всегда как мы делаем с ней уроки? Она делает уроки. Я ей даю задание. Она делает их сначала простым карандашом. Потом я уже проверяю. Если она что-то сделала не так, она может после простого карандаша исправить, стереть и исправить. Пока мне вот так вот удобно. Большую часть по математике, конечно, я ей всегда говорю, на черновике делать. Но раз тут рядом сидела, по идее, она всегда у меня сама. Я ей даю, она садится, делает. А потом уже я проверяю, и она переписывает. Но раз тут я рядом сидела, решили сразу вот сюда делать. Видимо, зря. Многим не понравилось. Многие сказали, я голос превышала. Ребята, я даже голос не превышала. Просто у меня телефон то вдалеке, то близко был. Поэтому показалось, как будто я голос превышала. На самом деле, я никогда не превышаю голос. Смысла нету. Не вижу смысла на детей орать. Они все равно по-своему сделают. Хоть ты как, ты ори, они все равно сделают по-своему. Это уже пройденный этап, причем неоднократно. Так, куда-то крючок уже дели. Раз, два, три, четыре. Пятого крючка уже нет. Что-то вот так вот целый день ходит, что одно, то второе. Все, думала, что на ужин приготовить. Решила сделать, у меня есть рыбные консервы. Суп, наверное, из рыбной консервы сделаю. Потому что у нас тут еще каша есть, суп еще есть. Салат сделаем на вечер. Так, а это что у меня? Все понятно. Так что вот так вот и сделаем. Суп сделаем из рыбной консервы. И салатик сделаем. Каша там еще есть, так и опять не доели. Так что вот такие вот дела. Ванечка сейчас там сидит, играет кубиками и мультики смотрим. Многим не понравилось то, что Ваня лезет. Ну а куда я его дену, ребята? Он у меня пока дома сидит. Многие заметили, да? Потому что мы в садике сдали анализы, и у нас немножко плоховато анализы. Сейчас мы приняли лекарства и ждем, чтобы через 5 дней, по-моему, она пересдавать будет. Платно надо будет оплачивать опять и сдавать. Это как кал-кал мы сдавали. И вот получилось. Получилось. Причем у Марины все нормально, а у Ваня вот так вот. И вот поэтому он у меня пока дома. На следующей неделе пойдем и сдадим платный анализ. Я не знаю, сколько он стоит. Может рублей 150-170. Там видно будет. На анализ у меня уже деньги отложены. Их уже не трогают. Тесто стоит, поднимается. После садика придем и будем сразу свежие булочки стряпать. Так. Что у нас с хлебом? Хлеба есть, но мало. А я сегодня тесто на хлеб не ставила. Значит, хлеб купить булочку. Булочку хлеба купить. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сейчас чем-нибудь займемся. Села кофе попить. И тут читала комментарий по поводу Оксаны. Как у меня Оксана ездит в школу? Сама и как со школы? Объясняю. Утром они едут с Егором и с Катей на школьном автобусе. У нас в наш район приезжает школьный автобус каждый день. И увозят их до школы. После школы Оксана поначалу ходила со мной. Потом она ходила со своим одноклассником. Теперь она уже может сама. Я долго боялась ее одной ездить. Но она уже как бы ездит сама. Слава тебе. Да. Сейчас иду. Прошу извинения. Прошу извинения. Просто Ванечка там в туалете был. Так, дорогие друзья, объясняю дальше. Как мы вообще ее приучали, чтобы она распределяла автобусы? Так как у нас есть автобус Ужедевский, есть автобус наш. Я ей просто объясняла. Вот смотри, Оксана, здесь цифра 1. Значит, это наш автобус. И вот написана табличка победы. Но так как она читать еще не может нормально. Но еще слабенько читает. Поэтому. Не, ну она читает. Но просто тогда вот, когда первое время мы пошли, она не читала. А то сейчас опять напишут, что ребенок читать не умеет. Нет, ребенок умеет читать. Просто первое время она вообще боялась. Она в школе учителей, она плакала. Она боялась. Она что-то, где-то куда-то сходить. Она боялась. Она боялась одна в туалет сходить. И вот в этом плане, знаете, она у нас такой ребенок, что вот. Они, видите, они постоянно со мной. Если вы не заметили, то я постоянно с детьми нахожусь. Я никуда не хожу. Вообще никуда. Я даже вот в парикмахерскую сходить-то не могу. Хотя съезди в город, но удели ты себе часик. Ёкарный бабай. Но вот не могу уделить себе часик. На себя времени вообще не остается, по-русски говоря. Все в основном с детьми. Тем более сейчас Ванюша дома, муж на работе. С ним приходит сидеть. Играем. Да, Ваня? Кубиками Ваня строит. Сейчас сидит на полу, играет кубиками. Строит. Что, Ваня, строишь? Заборчик? Так, ладно. От темы отошли. Поэтому Оксана у нас сейчас со школы ездит. Ну, она не одна, она ездит со своими друзьями, которые тоже с нашего района. И она с ними ездит домой. Я у нее как-то спрашиваю. Я говорю, как вот тут один раз получилось так, что ей пришлось одну ехать. Я говорю, а как ты поняла, что это твой автобус? А я, говорит, у тети спросила. И тетя ей сказала, куда автобус? Я говорю, ну, вот это вот ты молодец. Она там, тетя знакома стояла. Говорит, я, говорит, видела ее у нас в магазине. Я, говорит, у нее спросила, куда этот автобус? Она сказала, я говорю, ну, вот это молодец. Вот всегда вот так вот спрашиваю, если ты не знаешь, какой это автобус. Она стесняется. Что еще? Да. Вон кубики у тебя в ящике бери, доставай. Поэтому вот так вот. Еще интересуется, смотрят ли нас воспитатели и учителя со школы. Да, смотрят. Нас смотрят и воспитатели, и нянечки, и учителя в школе многие смотрят. Поэтому вот так вот. И на ребенка я не орала во время видео. Я просто громко говорила, но я не орала. Я на Оксану смысла не оторать. Я просто потом и объясняю, объясняю, объясняю. Но уже без камеры. У нас есть тетрадь, где мы отдельно решаем с ней уже сами, без всяких этих, решаем отдельно примеры. Я смотрю в интернете, я исписываю, и мы решаем с ней разного уровня. Стараюсь как бы это по своей методике, как нас раньше учили, а не так, как сейчас учу. Поэтому вот так вот. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Ванечка тут играет. Окси спит. Укуталась вся аж с лицом. Цветы у меня стоят. Сейчас я вам их покажу. Люди все переживали вот за эту орхидею. Но вот она, видите, нормально у меня как бы. И корешочки у нее тоже нормально. Водичка там еще в цветочке немножко есть. Ваня, тихо. Укричу, что. Сейчас попробую развернуть немножко. Видите, там конденсат есть. Так что я пересмотрела очень много видео, как и что сделать. Я пересмотрела. Очень много общалась со знакомыми, которые... Ваня, тихо. Со знакомыми общалась, которые держат орхидеи. Они мне подсказали, рассказали. Поэтому вот такой вот у меня цветочек цветет. А другие два, они у меня стоят на кухне. Они меня там радуют. Класс. Еще вопрос был по обуви. По моей. Купила ли я себе обувь? Нет, ребят, так и не купила. У нас пока морозов. Вот у твой сильных нет. Поэтому мне пока в этих кроссовках вполне тепло. Да, тут написал. Или мне, по-моему, в ВК или в Одноклассниках. Что выкинь ты эти кроссовки. Ты как мужик в 45-м. Они, ребят, не с 45-го, а не с 41-го размеры вообще-то. И это женские кроссовки. Если что. Так что вот такие вот дела. Напишите мне, какой краской мне еще покраситься, чтобы волосы осветлели. Да, многие говорят, лучше бы я в парикмахерскую сходила. Там покраситься, но там дорого обойдется мне покраситься. Мне дешевле будет самой дом покраситься. Я понимаю, что за один раз я весь этот цвет не выведу. Но постараюсь. По крайней мере, постараюсь. Да, Ваня? Ладно, оставайтесь с нами. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Дай, Ваня, вот здесь. На, вот так вот мама тебе откроет. Вот здесь вот пиши. Там. Ваня пишет. Кубики он там раскидал. Да, Ваня? Кто раскидал все кубики? Да. Давай, мама тебе расчеркает. Во. Пишет. Ваня, буковки пишет, да, Ваня? Буковки учит, Ваня. Умный мальчик. Да, Ваня? Ваня, скажи всем привет. Привет. Да? Все, написал? Это, если что, старый Ильюшин дневник. Вот Илья у нас учился плохо. Да. Вот так вот давай. О, смотри, вот здесь вот чистые листочки. Пиши. Катя тут свой альбом доставала. Я вам решила показать. Сейчас, подожди. Ну, подожди, нельзя это. Это юный школьный альбом. Тут два листочка таких. Нельзя здесь рисовать листочки, да. Это Катин школьный. Вот такой вот рисунок. Да. Вот еще один рисунок. Катя это, помню, яблоками рисовала. Маленькими яблоками разрезала. Она пополам яблоко внутри разрезовывала и делала так. Еще одно. А это что? Ванне нельзя! Какая красивая картинка. Как-то бы так сесть поудобнее. Рука. Такая интересная. А что это? Это динозавр рука. А, это динозавр рука? Нифига себе. Необычно. Такая краска, слушай, классная. Это гуашь, который я тебе покупала? Ну, там больше ничего делать, поэтому делаем узоры. Узоры делали? И все? Я его нигде сделала больше, да. А, все понятно. Катя на художество. Фоксенька спит дальше. Я кофе пью, отдыхаю, пока Ваня тут мне мучает. Фоксенька спит дальше. Продолжение следует...